И прямо сейчас вижу, что тебе настанет, ну, неважно, какая-то хрень идет на весь этот шум и суматоху. И это что-то злое. Короче, абзац тебе, нигер. С вами Грини, и мы играем в Fallout. Снова в Fallout. Я тут немножечко вне серии прибрался, построился здесь кровать. Расчистил территорию, как видите, так достаточно существенно. И сходил в убежище, набрал себе воды. Но никуда за пределы вот этого поселения я пока за пределы Сенчури не ходил. Сейчас я собираюсь сходить на стоянку грузовиков и потом осмотреть Конкорд. Я думаю, что в этой серии мы как раз этим и займемся. Опа, дерево пропустил. Окей. Так, вот видите, этот домик я тоже немножко переоборудовал. Принес сюда вот ящички различные, чтобы складировать барахло, нужное мне. Здесь тоже кровать у нас стоит. Ну, в общем, так немножко прибарахлился. Ну что, давайте пойдем прогуляемся. Не знаю, чем это все дело закончится. На стриме ничем хорошим не закончилось, вы помните. Поглядим, как будет здесь. Отличное местечко. Мостик было бы неплохо починить, если мы здесь планируем посидеть. Так, давайте посмотрим. Так, что тут у нас? Патроны. Стимулятор, гладкоствольный пистолет, костюм бродяги. И собачатинка. Памятник кому-то. Минитмену, похоже, какому-то. И вот она, заправочка. Я играл в Fallout уже достаточно давно, некоторые вещи я помню, но далеко я особо не уходил, просто банально не было времени. Собакинс, Собакинс, иди сюда. Привет, дружок. Ты тут, что тут делаешь один? Так, пойдем со мной. Капитан Гринни тебя приютит. Так. Повернись лицом. Да я уже повернулся лицом к собаке. Так, что у нас здесь есть интересного? Так, что такое? Ты куда? Собакинс, ты куда пошел-то? Где ты есть? А, вон ты где есть. Окей. Отсюда мы на обратной дороге будем все уносить, я думаю. Сейчас мы не будем этим заниматься. Так, радио, радио выключаем. Не нужно нам тут лишнее радио. Boston Bugle. Так. Пачки сигарет, это все замечательно. Ну, давайте довоенные деньги возьмем с собой. Отсюда надо будет, конечно, все перенести. Так, слушайте, что-то меня это радио как-то немножко напрягает. Давайте мы сейчас посмотрим, что тут еще есть интересного. Давайте классику, что ли, поставим. Не, лучше вообще нафиг выключим. Так, тайник с крышками, в столе зажигалка. Ну, понятно, это все мы потом будем забирать. Что тут у нас есть? Деловые записи, журналы обслуживания за октябрь. Деловые записи. Новое оборудование установлено, ремонт розы, безопасное хранилище. Ну, здесь вы помните, что мы на стриме тогда заходили и смотрели, что здесь рассказывают нам о пещере, которая есть сзади этой заправки и в которой есть разные интересные ништяки. Я думаю, что надо туда сейчас будет сходить. Ах ты, черт. Гниды. Так, я тебе ноги сейчас отстрелю, скотина. Так, кто там еще? Ох ты, нифига, наш собак умеет открывать двери. Блин. Только успел что-ку нажать. Все, разобрались вроде бы. Это был последний, кажется. Ну что, достаточно удачно. Их мы сразу давайте разберем на запчасти. Мясо кротокрыса. Все это мы собираем. Все это нам пригодится. Не знаю, зачем нам зубы будут нужны, но на всякий случай все забираем. И пошли в пещерку сходим. Тут, кстати, все это дело можно еще и приготовить. Так, что такое? Теперь вы можете использовать мастерскую в следующем пункте. Ага. А вот пункт приготовления почему-то мы использовать не можем. Ну ладно. Кто там еще? Ах ты, гнида. Да е-мое, я тебя потерял. Скотина такая. Фига, он спрятался, а? Блин, что-то это перебор, по-моему. Потратье боеприпасов. Ну что, двигаемся потихонечку в эту пещерку. Канистра, кофейник, это все замечательно. Но тут есть и более ценные вещи, которые мы сейчас с вами заберем. Мозгогриб, кстати, я вот не помню совершенно, зачем он нужен. Но на всякий случай надо брать. Грибы вообще все полезны. Для разного, так сказать. С этим готово. С этим тоже. Вот и мерзость какая, а? На мою собачку, блин. Глаз положила. Так, все грибочки собираем. Потом их как захаваем и будем берсерками. Все здесь, все здесь забираем. И самое главное, мы помним, что здесь находится батарея. Вот она, ядерный блок. Так, больше здесь ничего нету хорошего. Кроме радиации, похоже, ничего нету. Но, как я уже говорил, радиация тоже полезна. Можно совершенно не обламываться потом без фонарика. Ходить и подсвечивать себе дорогу. Так, что такое? Гладкостой. Опа. Бутылка с коктейлем. Молотова. Это хорошо. Вантус. С этой пещерой, я думаю, надо забрать все, чтобы потом сюда вообще не возвращаться больше. Поэтому давайте все соберем. Бутылочки все вот эти вот. Долго, конечно, ходить каждый раз в убежище. Но, с другой стороны, халявная чистая вода тоже не помешает. Так, там у нас еще кто-то есть. Был. Ах, не был. Вот ты живучая тварь. Что еще происходит? Мы получили уровень. Вот что происходит. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас здесь и как. Я думаю, что надо поднять восприятие, наверное, еще. Потому что я хочу еще себе качнуть. А, подождите. Необходим уровень 7. Замечательно. Значит, можно поднять что-то другое. Давайте интеллект поднимем. Вот так. Грибочки собираем. Сыроежки. О, светящиеся грибы. Слушайте, сколько тут всяких грибочков-то, а? Просто кладезь какая-то. Все это надо забрать. И сейф у нас легкий. Я думаю, что этот мы откроем без проблем. Хотя, в моем случае, может, и с проблемами. Нет, смотрите, открыли, все нормально. Осколочная мина, предохранитель. Взять все. Блин, может быть, заминировать там, где этот коготь смерти долбанный. Потому что он подбешивает, честно говоря, время от времени. У меня такое ощущение, что вот в начальной версии коготь смерти и сейчас коготь смерти, они несколько разные. То есть сейчас его что-то как-то привалить стало значительно сложнее, чем раньше. Светящиеся грибочки. Ну, светящиеся грибочки однозначно на жареху будут полезны. И вот чего я не сделал, а надо было. Мне кажется, надо было взять себе сейчас не восприятие, а первый уровень крафта оружия. И сделать себе нормальную пушку. Ну, не совсем нормальную, но хоть что-то проапгрейдить. Улучшить в этом пистолете. Ах ты, черт, вот этих тварей я очень не люблю. Просто, просто, вот дальше некуда, как не люблю. И, в принципе, судя по всему, совершенно не зря. Потому что попасть в них очень тяжело. Ах ты, гнида. Слушайте, попали как-то. Так, взять все. Вот я помню, что эти твари меня когда-то убивали, когда я с той стороны по дорожке шел и внезапно на них напарывался. Вот тогда они меня разделывали за милую душу. Что когда они очень близко, по ним попасть, ну, прям сказать, нелегко. Так, это все мы забираем. Это выход на улицу, это нам неинтересно. Давайте посмотрим, что там на втором этаже еще есть интересного. Так, шпилька, пепельница, красная банда, на очки сварщика. И средний сейф. Так как среднего я уже прокачал, мы теперь можем его открывать. 10-миллиметровый патрон, гладкоствольный пистолет. Ну, в общем, все как обычно. И тут у нас Медикс. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там по оружию есть. Гладкоствольный пистолет, аж 5 штук. Ешкин-морковкин. Ребят, давайте-ка я сбегаю на самом деле домой. Не буду я вам это показывать. Я сбегаю домой и скину все это дело к себе в специальный ящичек. Потому что я чувствую, мы еще очень много всего сможем вытащить. Все лишнее барахло я скинул на базе. Также наготовил себе немножко еды еще в запас. И теперь мы можем двигаться спокойненько дальше. Но я хочу еще вот здесь вот сохраниться. А для этого нам надо поспать хотя бы часик. Давайте так и поступим. Сейчас 11 часов. Так, усталость чуть-чуть у нас была. И можно нам что-нибудь попить, наверное. Потому что говорят, что мы там слегка хотим пить. Очищенная вода. Вы не испытываете жажда. Отлично. Теперь можно идти и, как обычно, помирать. Так, здесь мы ничего не можем. Туда мы не можем зайти. Окей, давайте потихонечку двигаться вперед. Зачищать домики по дороге. Вот сюда вот можно, наверное, зайти, да? Или нельзя? Нет, сюда нельзя зайти. Ох ты, ешкин ты кот. Какая штука-то классная, а? Так, а как сюда-то попасть? Пролезть, похоже, нельзя. Или можно? Не, нельзя. Ну, вот сюда точно можно пролезть. И сейчас мы сюда пролезем. Перед тем, как идти дальше. Давайте также посмотрим, что у нас там. На пятерке, по-моему, да, у нас стоит. Стимулятор. Стимулятор у нас стоит на пятерке, да. Замечательно. Они нам скоро, я чувствую, очень сильно понадобятся. Так, патрон для дробовика. Короткий гладкоствольный пистолет, да. Оружие с патронником 24. Ну, давайте его на двоечку поставим вместо охранного прута. И тут у нас сейф есть. Сложный, да. Мы пока не можем его открывать, к сожалению. Все, здесь больше ничего нам интересного и доступного нет. Блин, все хорошо, но стрелять из него достаточно сложно. Давайте вот сюда на улочку заходим. Так, можно было бы через служебный вход пролезть, но не хочу. Блин, кто такую мушку-то придумал огромную? Я смотрю, там реально нашего минитмена-то там плющит. Хорошо, так достаточно. Готов. Так, ты нашего собаку-то не трогай, злыдень. Минусанули. Что, все? Так, здесь все забираем. Так, кто-то еще где-то бродит. Явно где-то бродит еще. Сейчас мы... Ага, вот она. Вот она, девочка. Ну, иди сюда, иди к папочке. А, это не девочка, это мальчик. И мальчику не повезло. Что там, еще кто-то? Да не, вроде бы больше никого. Так, ребята, а если мы сейчас здесь заминируем? Мне вот что интересно. Это все будет у нас сохраниться, если мы потом пойдем туда, там найдем когтя смерти и так далее. Я надеюсь, что да. Ну, давайте сначала лутанем это помещение. Вообще, конечно, было бы поспать неплохо где-то и сохраниться, соответственно. Потому что я знаю, что мне может не повезти. Так, каска какая-то. Вантус. Слушайте, просто вот супермаркет какой-то. Давайте пройдем на второй этаж. Блин, хоть бы какой-нибудь, я не знаю, тут лежак какой-нибудь поставили. Так, что у нас здесь? Медыкс, бафут. Все отлично. Да, сохраниться было бы неплохо. И давайте я на всякий случай посплю, восстановлю энергию, и мы вернемся к этому вопросу, чтобы не делать 10 раз одних и тех же движений в случае чего. Жалко, нельзя с собой спальничек таскать какой-нибудь. Было бы намного-намного удобнее. Но перед тем, как лечь спать, я думаю, нам надо разобраться с тем, что у нас есть из одежды. У нас тут очень уже много всего есть. Так, кожаную броню для туловища, кожаная одежда рейдера, сопротивление урону. В отличие от убежища, убежище нам дает защиту от радиации, а кожаная одежда рейдеров нам дает защиту неплохую. Давайте мы ее сейчас используем. Так, что такое? Вот, кожаная... Так, каска. Каска плюс 4. Кожаная броня для правой ноги. Очки сварщика у нас уже есть. Так, панталоны. Панталоны. Защита от радиации. Замечательно. Ой, от энергии. Противогазмазка. Защита от радиации. Рейдерская броня левой руки. Давайте ее оденем. Правой ноги. Правой ноги у нас уже и так есть. Фуражка капитана корабля. Вот черт, я теперь не капитан больше. Ну ладно, что делать-то? Что, как говорится, делать? Ну и как я теперь выгляжу? О, я выгляжу реально как настоящий рейдер. Настоящий рейдер или какой-то строитель из Нью-Йорка. Сварщик. А может не из Нью-Йорка. Ладно. Давайте ляжем спать на часик. И вот, что я еще тут подумал. Нам надо оставить вот здесь вот, наверное, все лишнее. А лишнего у нас достаточно много. В общем, все, что нам не пригодится, я оставил здесь. И теперь нам надо пойти поставить, попробовать таки заминировать проход. Вот между вот такими вот штучками, между ящичками, между мешками с песком. Может быть, это нам потом поможет, когда мы там на крыше будем воевать. Может быть, это нам как-то поможет. Так, вот тут, я думаю, надо поставить. Давайте. Где у нас там оружие? Вот она, осколочная мина, да? Вот так вот поставим. И здесь у нас, смотрите, мушкетик. Мушкетик. Давайте-ка это все мы заберем. О, и может быть, у нас есть что-то из одежды, что мы можем еще одеть. Для левой ноги есть. Так, для правой ноги у нас уже есть. Давайте это выкинем. Это тоже выкинем. И это выкинем. Так, значит, нам надо для правой руки только осталось надыбать, и все. Что у нас так? Короткий двуствольный дробовик. Давайте его на троечку назначим. И, блин, что ж я все закрыл-то? И короткий лазерный мушкет на четверочку. На пятерке у нас стимуляторы. И надо поставить очищенную воду куда-нибудь, наверное, на нолик. Вот так вот. Чтобы, когда мы пить захотим, не лазить не пойми куда. Ну что, понеслась. Давайте, поехали. Там нас сейчас ждут сразу приключения различные. Насколько я помню, там двое у нас наверху будут сидеть. Да, вот он. Одного, по-моему, мы сходу минусанули. Эх ты, черт. Только подранили слегонца, да? Ах ты, мы и того только подранили. Вот ты злый день. Я-то думал, я тебе в башку засандалил. А нифига. Так, ну здесь-то вражина тоже, по-моему, должен быть, нет? Да похоже... Что происходит? Куда... Что меня куда-то на ящики запихнуло? Никаких налогов. Без представительства. Так. Так, и я там вижу вражину. Голову ты высунул. Спокойной ночи, братюня. Ох, как красиво. Башка-то у него отлетела. А, всю стену заляпала. Но, правда, он в меня тоже попал, скотина. Так, стимулятор, гладкострольный пистолет. Так. Вот это тоже заберем. Что у нас там? Правой руки надо было? Вот, все, отлично. Мы полностью вооружены и особо опасны. Теперь я реальный такой шахтер, блин, какой-то непонятный. На рейдеры я как-то не тяну, на самом деле. Давайте, понеслась дальше. Так, бедный Йорик здесь у нас. Выкидной нож, не знаю, зачем нужен. Анальгетик. Так, и давайте-ка мы возьмем дробовичок. Да, не. Что-то как-то... Граната! Фак! Ох ты, нифига, там обуглило все. Кто там мою собаку трогает? Этот готов. Этот готов. И этот тоже. Не надо моего Бобика обижать. Так, а с кем ты там дерешься-то? Заточенный ломик, сварная рейдерская броня, туловище. Давайте посмотрим, что это такое. Так, патроны, гладкостойный пистолет не берем, дорожную одежду не берем. Патрошки берем. Карабинчик еще взяли, да? Так, сварная рейдерская броня, да? Смотрите, еще плюс три, да? Тут у нас три, тут у нас шесть. А вот эту давайте мы выбросим. Нафиг. Вот так вот. То есть теперь мы вообще буквально крутые, но это нам ни разу не помешает сдохнуть. Уж я-то себя знаю. Так, стоп, стоп, стоп. Подождите, а что у нас по... Я не понял, а я что, не назначил коктейль Молотова никуда, что ли? Ну, как так-то? Ну, сейчас. Подождите, подождите, ребятки. Да что такое-то, блин? Какие-то вы, блин, пожароустойчивые, уроды. Все, с этими разобрались. Какого черта они нас заметили? Мне вот что интересно. Не должны были они нас замечать-то, короткий двухствольный дробовик плюс. То есть это проапгрейдженный, как я понимаю, да? Так, дробовик плюс сорок семь. А, не, подождите, у нас такое уже есть. У нас такое уже есть. Неинтересно. Так, ну, сюда везде надо будет возвращаться, потому что здесь столько кругом всяких ништяков, что я просто, блин, глаза разбегаются. Я все хочу утащить с собой, потому что на базу там надо очень много всего. Просто, просто нереально много. Лампочка, кисть. Блин, да сколько что-то всего хорошего там. Моя душа барахольщика просто плачет от того, что надо нам уходить. Так, я перегружен. Я перегружен. Давайте мы один дробовичок выбросим. Короткий лазерный карабин. Вот этот выбрасываем. Ножик этот выбрасываем. Нафиг он нам не нужен. Броня правой руки тут какая-то непонятная у нас нарисовалась. Так, 10 килограмм у нас имеется. Ой, блин, сколько же тут гладкоствольно-автоматический пистолет. Лучше бы мне дали обычный пистолет автоматический только. Я не знаю, кто ты, но как нельзя вовремя. Я Престон Гарви, минетмен Содружества. Ты у меня в долгу. А, само собой, как только выберемся отсюда, я вручу тебе сундук полный изумрудов. Слушай, чувак, ты под меня косишь. У тебя, блин, шрам такой же, как у меня. Мир так сильно изменился, я ни черта не понимаю. Все нормально? Слушай, нам нужна твоя помощь, а мы потом попробуем помочь тебе. Что тебя сюда привело? Пропал человек. Ты знаешь кого-нибудь, кто может найти? Раньше у нас в отряде было несколько хороших следопытов, теперь с этим проблема. Месяц назад у нас было 20 человек, вчера уже только 8, сейчас осталось 5 раз. Сперва гули в Лексингтоне, теперь эти рейдеры... Блин, чувачок, блин, ты очень херовый командир. Вот что я тебе могу сказать. Если за несколько дней потерял, блин, 20 человек, 15. Какой ужас, блин, вам пришлось нелегко. Спасибо, приятно, что хоть кому-то не все равно. Да вообще-то мне насрать. В общем, мы решили, что в Конкорде будет безопасно, а оказалось, тут рейдеры. Но у нас есть еще одна идея. Прекрасно. Одна хорошая идея может все решить. Стуржес, расскажи ему. На крыше есть разбившийся винтокрыл, старый, довоенный. Так вот, один из пассажиров оставил после себя серьезную штукенцию, полный комплект силовой брони Т-45, армейский экземпляр. Хм, мне нравится. Хе-хе. Да, я так и думал, что тебе понравится. Защита плюс прибавка к огневой мощи. В этом костюме ты сможешь оторвать от винтокрыла миниган, и тогда этим рейдерам прямая дорога в ад. Как тебе идея? Блин, чё ж ты сам-то не оденешь, блин? Идея-то на самом деле говно, но я соглашусь. Миниган, вот это вещь. Вот, только есть одна загвоздка. В этом костюме нет источника энергии. Старый уже лет сто как сдох. Ну, чувачок, у меня есть. Можно, конечно, подзарядить, но было бы чем. Я помогу. Что тебе нужно? Так это универсальный ядерный блок довоенного производства. Высокоемкий ядерный аккумулятор. Использовался армией в некоторых компаниях. Давно еще до войны. И мы как раз знаем, где такой найти. Но он у меня уже есть, этот ядерный блок, так что не парьтесь, мужики, смотрите, какие у меня очки клевые. Ну, отлично. Видимо, удача наконец-то повернулась к нам лицом. Теперь надо только вставить его в силовую броню, выдрать из винтокрыла миниган и песенка рейдеров спета. Удачи. Блин, вот ты такой хитромутрый засранец, блин. Вот взял бы, да сам и все это сделал. Так, что это у нас такое? Вы нашли выпуск журнала Робко Веселье. Включает в себя голозапись с игрой Атомное командование. Да, ну давайте возьмем. Так, терминал уже используется. Вот отвалю бы ты в сторонку. Матушка Мерфи. Мэм? Ты совсем не тот спаситель, которого я ожидал увидеть, когда посылала псину за помощью. Ты даже лучше. Псина? Это ваша собака? Это не моя собака. Нет, псина, он, что называется, себе на уме. У такого вольного духа не может быть хозяина. Но он выбирает себе друзей и хранит им верность. Теперь он будет тебя сопровождать. Я видела. Эх, тебя накрыла бабуля. Да у тебя крыша поехала. Причем вообще кукушку снесло напрочь. Ха, с твоей точки зрения я, может, и правда выгляжу чокнутый. Мой дар ненормальный, это точно. Но все дело в препаратах. Коксик так действует. Мне явно приходится всякие видения видеть. И всякую хрень такую вот. Поразительно. Я вижу фрагменты того, что было, что будет и что есть прямо сейчас. И прямо сейчас вижу, что тебе настанет... Ну, неважно. Какая-то хрень идет на весь этот шум и суматоху. И это что-то злое. Короче, абзац тебе, ниггер. Что такое это? Матушка Мерфи, расскажите подробнее, пожалуйста. Что-то у меня очко сжимается. Прости, я больше ничего не знаю. Дай кокса, и тогда видение вернуться. Но одно могу сказать тебе точно. Это не рейдер. Это... Ну ладно. Ты, короче говоря, все слышал. Я устал. У тебя, если не ошибаюсь, есть работа. Блин, да что ж меня все куда-то хотят отправить-то? И все хотят, чтобы я сдох. Так. Пупсик на восприятие. Естественно, взять. Так, ну... Блин, а этот терминал опять занят. Ну, что ж такое-то, а? Давайте проверим наше оружие. Так, оружие пустое. Так, это надо зарядить. Так, это тоже надо зарядить определенно. А еще мощнее нельзя, не? Не, нельзя. Что-то не крутится он. Не хочет он крутиться. Так, что это было? Вау, какая подсветочка. Прям как у меня в компе. Только в компе у меня синенькая. Ну ладно, сейчас засморкаем, что это за штука. Так, керамическая миска, комбинированный ключ. В общем, полное говно. Вот оптику могли бы сюда и поставить на самом деле. Потому что вот сейчас это какая-то шляпа вообще. И спальничек мне бы сейчас точно не помешал. Так, вот это шляпа, да? Ну давайте, войдем в нее. Надеюсь, что энергии нам хватит. Сейчас сначала немножко постреляем с обычного оружия, а потом уже с миниганом разберемся. Хотя можно с миниганом и сразу разобраться. Почему бы нет? Так, что у нас там по оружию? Так, здесь у нас есть целых семь патронов. Охренеть просто. Я знаю, что вот там вот... А где? Там же вот должен быть злый. Вот он. Да сдохни ты уже, тварь, сдох. Молодец. А патронов как не было, так и нет. Ладно, активируем эту шляпу. Но пока ее переставим сейчас в другое место. Так, куда бы тебя переставить-то? Миниган, миниган. Ой-ой-ой. Так, давайте... А давайте на двоечку вот вместо этой пушки как раз и переставим. Так, ну дробовик нам явно не особо нужен. Что тут у нас есть? Отвертка, офигенно. Чудо-клей, будем все дырки всякие латать. Ни черта нету, короче. А что такое-то? Почему мы не стреляем? Он же заряжен уже был. Ох, нифига его размазало-то. А че? А, подождите. Это их так раскидало моей миной. Да что ж такое? Его надо перезаряжать после каждого выстрела. Да ему и вообще насрать по ходу дела. А, это хрящ. Ему не насрать. Ему не насрать. Это его просто так долго окучивает. Ладно, надо остальных убрать. И потом вернуться. Ох, как рвануло-то. Красава просто. Да блин, хрящик, ты вылез что ли куда-то? На крышу, судя по всему, да? Хрящик, а хрящик, ты где? А, вот вы где. Ну, оттуда я по тебе, блин, попаду. Просто с вероятностью. С никакой, я бы сказал, вероятностью. Так, подождите. Пятерочка. А, стоп, 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 стоп. А где молотовые? Молотовые где у меня? На чем у меня стоят молотовые коктейли? Вообще, я их могу применять сейчас? Могу. Так, а на чем они у меня стоят? На шестерке. Блин, да что ж такое-то? Сейчас мы вас окучим. Перекину я туда, интересно? Более чем, по ходу дела. Даже дальше, чем хотелось бы. Блин, хрящик, ты где вообще? Так. Да, блин, я еще дышу. А хрящик вот сейчас сдохнет. Я не хочу спускаться вниз совершенно. Ну, давай, хрящик, подыхай уже, а? Ну, это будет очень долго, я чувствую. Даже если ему в голову стрелять, уж очень медленно его сносит, на самом деле. Блин, вот твари. Ух ты, е-мое, а? Ты гнид. Да блин, собак ты, придурочный. Дерьмо, а? Я из-за собака чуть не сдох сейчас. Придурочная скотина, блин. Так, это готово. Мне ногу он оторвало. А хрящик-то где вообще? Так, там еще один типус. И он решил сюда не идти, по ходу дела. Я бы тоже, честно говоря, не пошел на его месте. Так, хорошо, надо закинуться водичкой. А то после стимуляторов как-то сушняк долбит. Да ну в баню, короче. Капец тебе, у шлепочек. Где хрящ, мать твою? Я видел, что... Так, вот и привет называется, да? Да, там, кажется, приветик уже выбирается. Вот это зараза, а! Ненавижу тебя, тварь. Так, пора валить вовнутрь, вот что я думаю. Сюда ты не заберешься, явно. А вот собачке-то сейчас капец настанет. Правильно, вали отсюда, вали, вали. Говна кусок. Вот говнарь паршивый, мою собаку, блин. Мою собаку обидел, скотина ты такая. А мы опять вовнутрь. В дверь-то не пролезешь, да? Не пролезь тебе, родное сердце. Говнарь ты, блин. Кусок дерьма, блин. Сдохни, тварь. Сдохни, сдохни. Все, капец тебе. Вот так вот. Ну что, говнарь, блин. Сдох. Ой, блин, у меня сейчас, кажется, пушка отечет, блин. Кто там еще, блин? Какая там скотина? Так, Престон Гарви, а какого хрена? И кто здесь теперь? Рейдер, да, блин? Ну окей, окей. Да, да уж, ребята. Да сдохни, скотина, блин. Бобикович, Бобикович, на тебе стимулятор. Сейчас тебя тоже сушняк долбить будет. Недушно. Все, отпустила. Собакинца. Так, все это надо забирать. Ребят, сколько у нас тут ништяков теперь, а, скопилось? Это ж вообще капец. А что ты там сидишь-то, расселся такой деловой, блин? И отсюда надо все тоже. Шкура когтя смерти, блин, этого говнаря Порошилова, блин. Так, что-то ты тут... Тебе что, плохо, что ли? Нравится это тебе или нет? Ну, мы все на тебя рассчитываем. Но это ты зря, на самом деле. Проходи. Че, куда? Да е-мое, а, трейдер-тварь. Да что ж вы, твари, достали-то так, а? Вот, ну, блин, ни секунды покоя. Ни минуты покоя. Так, все. Это мы все забираем. Будешь голым здесь валяться, скотинка. Ну что, ребята. Мы, кажется, прошли эту миссию, как ни странно. Очень так аккуратненько, спокойненько просочились, так сказать. И с первой попыточки мы ее прошли. Теперь надо только побазарить. Все хорошо, Брестон, не поднимай бучу. Так, а че ты там бучу хотел поднять? Не понял, че за расклады? Это, это было очень впечатляюще. Я рад, что ты на нашей стороне. А я-то как рад, что я на своей стороне. Не обманывай себя, вы для меня ничто. Ты так говоришь, будто тебе все равно, но спасением-то мы обязаны именно тебе. Нравится тебе это или нет? Во, ядерная батарея 50. Замечательно. Сойдет. Слова настоящего наемника. Что ж, если тебе надоест жить только для себя, приходи к нам в Сенчури. Слышь, козел, это вообще мой город. Мне бы пригодился человек вроде тебя, такой, на которого можно положиться. Делать что? Тебе нужно сохранять мужество, держаться, потому что твой путь куда длиннее. Я видела, я разделяю твою боль. Продолжай. У меня мало времени, меня уже отпускает. Мало надежды, но еще не все потеряно. Я чувствую энергию твоего сына. Он жив. Где он? Где Шон? Ох, хотел бы я знать правду, но я не вижу твоего сына. Я только чувствую его жизненную силу, его энергию. Он ждет тебя. И мне даже не нужны видения, чтобы подсказать тебе, куда начать, откуда начать поиски. Великий зеленый самоцвет содружества, Даймонд Сити, самое большое поселение в округе. Блин, как в лужу пернуло, блин. Кто бы сомневался, что туда надо в любом случае идти. Прошу вас, матушка Мерфи, я не знаю, где искать. Мне нужно знать больше. Послушай, я устала. Может, потом принесешь мне коксика, и видение нарисует более ясную картину. Нет, матушка Мерфи, мы уже это обсуждали. Кокс, он вас убьет. Цыц, Престон, все мы когда-нибудь умрем. А с коксом веселее. Я видела нам... А видения нам нужны, и нашему другу тоже. А теперь пойдемте. Нас ждет Сенчери. Ладно, ребята, теперь мы можем продолжить путь. Блин, это, конечно, здорово все. Ладно, о, коробка со шпильками. Пачка сигарет. Так, автомат по продаже сигарет. Так, больше здесь, похоже, ни черта нету. Внизу единственное, что есть... Так, давайте откроем этот замочек. Я знаю, что внутри есть еще одна батарея для костюма. Вот, кажется, где-то тут. Так, ай ты, черт, сломал шпильку, а? Ну вот так вот всегда. Хорошо хоть не ноготь. Так, все, это мы открыли. Забираем. Ой, кажется, мы лишили кого-то освещения. Печаль, беда, огорчение. Так, все, это мы тоже забираем. Картины бы прихватить было тоже неплохо, но картины нам не дадут. Так, что у нас... Блин, я не могу здесь пройти. Я слишком высок. Так, что у нас по весу? 185 из 185. Ну, что ж. Нормалек. Так, патроны. Каллиматорный, гладкоствольный. Так. Вы слишком тяжелы теперь, да? Ой, блин, а? Че ж выкинуть-то? Бутылка с коктейлем молота нет. Каллиматорный. Давайте вот этот выкинем. 182 из 185. Патрон калибра 308. 308-й это снайперский, по-моему. Блин, и как? Во. Просочились каким-то чудом. Ну что, надо возвращаться нам, наверное, на базу. А ты че, в дверь не можешь пройти, стуржес? Кстати, подождите секундочку. А что у нас там на самом верху-то? А зачем я здесь пошел? Ну, ладно. Я помню, что там есть терминал. И я не думаю, что его сломали. Я хочу посмотреть, куда меня там не пускали. Вот он, терминальчик. И давайте глянем. Легкий. Ну, я думаю, что мы сейчас его как-нибудь вскроем. Да? Четыре буквы? А почему здесь... А, осталось попыток. Да? Ну, давайте посмотрим. Брик. Сходство один, да? Проф. О, отлично. Смотрите, все получилось. Так. Офигеть, да. Ну, ладно. Давайте. Безобразие после рабочего таракана в подвале. Выставка Анкорич. Последняя запись. 23 октября 1977. Я Меган Хейс, экскурсовод Конкордского музея Свобода. Мне так страшно. Когда народ увидел вспышки, все сбежали. Даже мистер Нэш убежал и бросил меня здесь. Козел. А потом на крышу упал военный вертолет. Я видел перепуганных солдат и просто от них спряталось. Я в Массачусссе всего месяц живу. И никого здесь не знаю. Мне некуда пойти. Я сломала замок в ящике стола хранителя и взяла пистолет. Проведу несколько дней в одном из залов, пока все не уляжется. Если кто-нибудь это прочтет, найдите меня. Но если только попробуете мне навредить, клянусь, я буду стрелять. Мне кажется, что эта женщина сдохла уже очень и очень давно. Ладно. Дверь открывать бесполезно. В принципе, она и так уже открыта. Мы ее уже взломали давным-давно. Это ж та самая дверь, которая там вот внизу. Вот это, как я понимаю. Подождите, а вот там вот комнатка тоже ведь есть, да? Ай, блин, да что ж такое-то? Вот здесь же тоже есть комнатка. Может, здесь тоже что-то есть интересное? Не, а нифига здесь нету. Ну ладно, возвращаемся к нам на базу в Сэнчуре. Единственное, что эти козлы теперь считают это своим домом какого-то хрена. Я там, блин, уже 200 лет живу. Сейчас придут, а там мой косворд им дюлей навалял. В любом случае, нам надо туда возвращаться, чтобы сложить все барахлишко. Главное, чтобы они все это не пропили. Блин, уже реально целый день прошел по ходу дела, да? Весело-весело. Мы приходили сюда ночью вообще. Так, крышка, патрон. Так, ну это все неинтересно. Ну что, ребят, вот мы практически и дома. Осталось нам сейчас запарковать нашу новую технику и хорошенько выспаться. Ну а эти гады уже здесь хозяйничают по ходу дела, да? Я тут, значит, все расчищал, а они тут тусят. Отличное решение, че. Хитрозады и упыри. Хотя, подождите, а где они все, собственно? Ладно, значит. Станция обслуживания. Ну ладно, можно отсюда вылезать. Ой, теперь главное как-то дойти со всем тем дерьмом, который у нас лежит-то здесь. Сейчас мы это все сложим. Давайте сохранить весь хлам нажмем. Но это нас не сильно спасло, на самом деле, потому что все это добро надо где-то в другом месте хранить. Тот же... У нас в другом доме весь склад. Но нам нужен какой-нибудь ящичек. Ящичек здесь какой-нибудь есть? Нет, оружейный верстак. Это все не то. Мне нужен какой-нибудь ящичек. Ящик с инструментами. Ладно, давайте скрафтим ящик сейчас какой-нибудь вот сюда. Мне надо поставить что-то такое. Так, мебель, мебель, мебель. Контейнеры здесь отдельно или нет? Клетки. Клетки нам не нужны. Вот, давайте посмотрим. Мебель. Ящики. Отлично. Деревянный ящик. Нет, это все не то. Нам нужен какой-нибудь ящик под оружие. Металлический ящик. А давайте такой поставим. У вас слишком много вещей, вы не можете бежать. Замечательно. Я знаю, что у меня столько вещей, что я не могу бежать. Именно поэтому мне нужен ящик. Ладно, давайте в ящик с инструментами положим мини-ган. Вот это самое главное, что я хотел сделать. Где тут у нас сортировать по ценности? Ну вот, кстати. По ценности тоже нормально. По весу. Значит, мини-ган, лазерный мушкет. Все, наверное, да? Остальное мы как-нибудь разложим уже в других ящиках. И теперь мы можем наконец-то бегать. Ну что, ребята, на этом я заканчиваю эту серию. Сейчас я здесь нормально прилягу поспать. Если она вам понравилась, то, как обычно, ставьте лайки, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и заходите ко мне в группу ВКонтакте. А с вами был Гринни. Всего доброго и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok